здравствуйте ребята сегодня среда геометрия и с вами снова я говорящая голова елена анатольевна у нас сегодня с вами последний по уроку по теме призма и на следующем уроке геометрии во вторник вы пишите по этой теме проверочную работу а сегодня мы с вами поговорим на тему о том как находить площадь поверхности призма итак откройте пожалуйста тетради запишите сегодняшнее число 22 апреля призма площадь поверхности перед вами определение двух понятий что называют площадью полной поверхности призмы и что называют площадью боковой поверхности призму прочитайте пожалуйста эти определения и запишите их в тетрадь и я надеюсь что когда вы прочитали эти определения и в процессе записи в тетрадь в общем вы наверное отметили для себя что эти определения для вас не являются новыми ну и в общем определения эти мы с вами наверное первый раз узнали или столкнулись с ними достаточно давно может быть даже еще в начальной школе но если не начальной то по крайней мере в пятом классе потому что именно тогда мы с вами познакомились с таким понятием как прямоугольный параллелепипед и именно при разговоре о прямоугольном параллелепипеде мы и вели разговор о нахождении площади его полной поверхности и о нахождении площади боковой поверхности прямоугольного параллелепипеда но теперь то мы с вами знаем что прямоугольный параллелепипед это частный случай призмы, ну а значит, если нам знакомы были определения полной поверхности и боковой поверхности для прямоугольного параллелепипеда, то в общем для произвольной призмы эти определения должны дублироваться, должны сохраняться. И это значит, что для того, чтобы понимать, как нужно находить эти самые площади, нужно очень четко представлять себе, с какой собственно призмой мы имеем дело. А это значит, что какой-то общей формулы для нахождения площади поверхности призмы не существует, потому что ведь мы с вами уже понимаем, что группа призм это очень объемное, многообразное понятие, да, они бывают разные, всякие, мы об этом с вами говорили, и поэтому существует, ну, пожалуй, одно общее соотношение, одно общее равенство, которое позволяет нам находить площадь полной поверхности. Оно достаточно, как сказать, условное, да, то есть площадь полной поверхности находится как сумма площадей боковой поверхности и двух площадей оснований, что в общем является совершенно очевидным фактом, и это следует из определения призмы. Ну, а дальше площадь боковой поверхности это сумма площадей ее боковых граней. Ну и как вы понимаете, далее расшифровка вот этого равенства, вот этой формулы, она в каждом случае своя. И мы с вами знаем, что бывают призмы правильные, бывают призмы прямые, а бывают произвольные призмы. Ну и как вы, конечно же, уже догадываетесь, проще всего справляться с задачей нахождения площади поверхности правильной призмы, потому что если призма правильная, то мы с вами знаем, какой многоугольник лежит в основании, то есть это, как правило, правильный многоугольник, а у нас достаточно знаний для того, чтобы найти площадь правильного многоугольника. Кроме того, мы знаем, что у правильной призмы боковые грани все это прямоугольники, да и без того они еще при этом все равные. То есть когда мы ищем площадь полной поверхности правильной призмы, нам необходимо найти площадь правильного многоугольника, то есть площадь основания, и найти площадь, допустим, одной грани, потому что все грани у правильной призмы равны. Если мы имеем дело с вами с прямой призмой, это, в принципе, тоже неплохо, потому что мы с вами знаем, что боковыми гранями прямой призмы являются прямоугольники. Ну, пусть они не равны между собой, но это прямоугольники. Что может быть проще, чем найти площадь прямоугольника? Ну и далее, конечно, площадь полной поверхности зависит от того, какой многоугольник лежит в основании призмы. Ну, в принципе, здесь тоже, конечно, есть варианты, и бывают задачи посложнее, бывают задачи попроще. Что, так сказать, необходимо сделать, с чем необходимо справиться, с тем и будем справляться. Ну и, конечно, пожалуй, самое непредсказуемое и самое сложное для нас это работа с произвольной призмой, потому что мы понимаем с вами, что если призма произвольная, то единственное, что мы знаем, это то, что боковые грани — это параллелограммы, а что там лежит в основании, какой многоугольник — неизвестно, какие размеры имеет этот параллелограмм — тоже неизвестно. Суть в том, что, естественно, что мы будем находить выход из положения в каждой задаче по тем конкретным данным и фактам, которые будут в этой задаче предложены. Поэтому, как вы понимаете, самые сложные задачи в работе с призмой — это задачи, связанные с произвольной призмой. Ну и, как вы понимаете, вот после всех моих слов, наверное, имеется смысл сделать вывод, что очень полезно и очень важно представлять, а что, то есть понимать, что из себя представляет развертка призмы, которая вам дана в задаче, если вы хотите найти площадь ее поверхности, например. Это полезная вещь. Проще всего, конечно, как я сказала, работать с правильными. Вот они цветные картинки, правильные призмы, в основаниях правильные многоугольники, боковые грани, все прямоугольники равные. Ну или с прямой призмой тоже приятненько работать. Ну и таким образом мы с вами сегодня познакомимся с парой теоремок и решим несколько задач, которые как раз и проиллюстрируют нам разные с вами ситуации. Ну и вот начнем мы с теоремы о площади боковой поверхности прямой призмы. Запишите, пожалуйста, себе в тетрадь. Теорема о площади боковой поверхности прямой призмы. Ну, потому что если призма прямая, то какие-то бонусы от этого мы все-таки имеем. А значит, можно, в общем, и вывести какую-то формулу для нахождения площади ее боковой поверхности. Ну, потому что что лежит в основаниях, опять же, неизвестно. А вот про боковую поверхность мы можем поговорить. Итак, площадь боковой поверхности прямой призмы равна произведению периметра основания на высоту призмы. Ну, и чтобы доказать это утверждение, давайте с вами рассмотрим развертку этой призмы. Ну, у нас тут частный случай, шестиугольная призма, но, как вы понимаете, вывод наш будет распространяться на нугольную призму. Итак, перед нами развертка прямой призмы. И эта развертка представляет из себя два основания, да, верхняя и нижняя, и развертка боковой поверхности. Ну, в данном случае это шесть прямоугольников. Площадь, у которых одна из сторон, ну, скажем так, да, в данном случае высота, она будет равна. И эта сторона будет равна высоте призмы. Значит, таким образом, вот в зависимости от того, сколько у нас сторон в основании, столько у нас будет здесь прямоугольников. Площадь каждого прямоугольника, да, можно найти как произведение высоты призмы на длину стороны основания. Если мы сложим все длины сторон основания, то мы получим периметр основания. А вторая сторона, да, как мы сказали, это высота. Значит, таким образом формула для нахождения площади боковой поверхности прямой призмы может выглядеть вот так. Площадь боковой поверхности равна произведению периметра основания на высоту. И это соотношение справедливо для прямой призмы. Записали формулу в тетрадь, записали определение, доказательства записывать не будем. Я надеюсь, оно понятно, очевидно. И, в общем, обойдемся без записи. Итак, задача номер 230. Откройте, пожалуйста, свои учебники, найдите в учебнике номер 230 и прочитайте условия. Условия же есть на слайде, но, пожалуйста, и работайте с учебником. Итак, в тетради номер 230 сделайте, пожалуйста, чертеж. Итак, нам задана прямая призма. Прямая. Сразу анализируем ситуацию. Значит, боковые ребра перпендикулярны к основанию. А в основании лежит треугольник со сторонами 5,3 и углом 120. Между сторонами угол 120 градусов. Наибольшая из площадей боковых граней равна 35 сантиметрам квадратным. Найдите площадь боковой поверхности призмы. В чистом виде работа на формулу. Площадь боковой поверхности прямой призмы. Это произведение периметра основания на высоту. Ну и вот здесь вот в условии сказано, наибольшая из площадей боковых граней равна 35 сантиметрам квадратных. Не сказано, про какую грань идет речь. Значит, первое, что мы должны с вами, наверное, сделать в задаче, прежде чем приступить к вычислительной части нашей работы, это проанализировать вот эту фразу. Наибольшая из площадей боковых граней, то есть про какую грань идет речь. Ну, я надеюсь, опять-таки, что большинство из вас дали ответ себе на этот вопрос, что это будет грань АА1С1С. По какой причине это будет та самая грань, которая будет иметь наибольшую площадь? Ну, если рассмотреть треугольник АВС, то в нем известны две стороны 3 и 5, и угол между ними 120. Оставшиеся два угла, как вы понимаете, острые, то есть они явно меньше 120 градусов каждый. А это значит, что в треугольнике против большего угла будет лежать большая сторона, то есть большая сторона в треугольнике АВС – это сторона АС. Ну, а далее, учитывая то, что для каждой боковой грани высота одинаковая, то есть мы смело можем утверждать, что этой самой гранью, площадь которой мы знаем, является грань АА1С1С. Вот с этого необходимо начать запись решения в тетрадь. Обоснование того, что данная грань АА1С1С – это наибольшая грань, и эта грань, имеющая, вернее, наибольшую площадь. Это не надо в условия писать, это надо записать в решение. Итак, написали, да? Рассказали про треугольник АВС, написали, почему сторона АС наибольшая. И далее, учитывая, что боковые ребра равны, большая площадь у грани АА1С1С. Итак, далее, что нам с вами нужно? Нам, естественно, нас интересует с вами высота призмы. Чтобы найти высоту призмы, мы можем найти сторону АС. Итак, поэтому по теореме косинусов найдите, пожалуйста, сторону АС. Ищем сторону АС. Что даст возможность нам найти и периметр основания, и высоту призмы. Итак, теорема косинусов записали для стороны АС. Вспомнили, чему равен косинус 120. Таким образом, АС в квадрате 9 плюс 25 минус 30 умноженное на косинус 120. Косинус 120 минус 1 вторая. И получили, что АС в квадрате – это 49. Значит, сторона АС – 7. Нашли сторону АС. Учитывая, что боковая грань – это прямоугольник, находим высоту. Знаем площадь, знаем АС, находим высоту призмы. Высота призмы равна 5. И переходим к следующему шагу. Воспользуйтесь теоремой о площади боковой поверхности призмы. Вперед! Находим площадь боковой поверхности призмы. Итак, периметр посчитали, умножили на высоту и получили в ответе 75 см квадратных. Следующая задача. 231. Читаете условия. Перед нами прямой параллелепипед. Это значит, боковые ребра перпендикулярны к основанию. Известны стороны основания параллелепипеда 8 и 15 и угол между ними 60. То есть мы понимаем, что в основании лежит параллелограмм. И вот дальше, опять, косвенно заданные условия. Меньшая из площадей диагональных сечений равна 130 см квадратному. Давайте с вами вспомним, что такое диагональное сечение. Диагональное сечение – это сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через диагональ параллелепипеда и какое-нибудь боковое ребро. Ну, таких диагональных сечений, да, мы с вами можем построить, ну, например, вот так два. Верно? И таким образом мы сейчас с вами должны определиться, о каком из них идет речь. О каком диагональном сечении идет речь. То есть площадь какого сечения мы знаем, розовенького или желтенького. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, учитывая то, что одна из сторон этих сечений, в сечении, как мы понимаем, прямоугольники, да, и одна из сторон этих прямоугольников совпадает, а вторые стороны будут разные, и, значит, площадь этих сечений будет зависеть от величины диагоналей, да, то есть мы сказали в основании у нас параллелограмм, и, значит, таким образом площадь сечений будет зависеть от величины диагонали, то есть что больше, АС или ДБ. Вот что больше, та и площадь сечения будет больше. Значит, таким образом мы с вами выясняем, да, какое же будет меньшее диагональное сечение. Ну, объяснение, наверное, будет такое, что ДБ меньше, чем АС. По какой причине? Потому что, например, если мы рассмотрим треугольник ДАБ, в нем стороны 8 и 15 и угол 60. Если мы рассмотрим треугольник АДС, в нем стороны 8 и 15 и между ними угол 120. Поэтому диагональ АС будет больше, чем диагональ ДБ, потому как диагональ АС при условии равных сторон лежит против большего угла. Значит, таким образом, да, мы оставляем с вами одно сечение ДД1Б1Б, его площадь равна 130 сантиметрам квадратным. И нас интересует площадь поверхности параллелепипеда, то есть площадь полной поверхности. То есть мы должны найти сейчас с вами площадь основания и площадь боковых граней. Ну и давайте найдем площадь основания призмы. Пожалуйста, в основании призмы параллелограмм, известны две стороны и угол между ними. Находите площадь основания. Перемножили стороны и умножили на синус 60. Синус 60, корень из 3 на 2. Получили в ответе 60 корней из 3. Значит, площадь основания 60 корней из 3. Когда будем потом все сводить в одну формулу, не забудем умножить на 2. Второе действие. Что будем искать? Будем искать диагональ ДБ. Диагональ ДБ, опять же-таки, ищем, да, используя теорему косинусов. Мы сегодня уже ее вспоминали. Пожалуйста. Итак, ищем диагональ ДБ. Из треугольника ДАБ. Квадрат АД плюс квадрат АБ минус удвоенное произведение АД на АБ на косинус 60 градусов. Итак, нашли квадрат ДБ. Косинус 60, 1, 2. ДБ в квадрате 169. Значит, ДБ это 13. Нашли диагональ ДБ. Далее, следующий шаг. Ищем высоту. Диагональ ДБ знаем. Площадь сечения знаем. Находим УС на высоту. Высота равна 10. Высоту нашли, разделив 130 на 13. Высота равна 10. Далее, ищем периметр. Ищем периметр призмы. 46. И, наконец, все, что нашли, подставляем формулу. Все соединяем вместе. Площадь основания была найдена на первом пункте. Площадь боковой поверхности найдете сейчас. И все сложите, что нашли. Я надеюсь, вы справились. Времени было достаточно. В ответе у вас должно получиться 460 плюс 120 корней из 3. 460 плюс 120 корней из 3. Итак, следующая задача. 232. Задача номер 232. Находите ее у себя в учебнике. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна D и образует с плоскостью основания угол Фи, а с одной из боковых граней угол Альфа. Найдите площадь боковой поверхности параллелепипеда. Я попрошу вас сделать чертежик в тетради. Прямоугольный параллелепипед. Это значит, что в основании прямоугольник. Боковые ребра перпендикулярны к основанию. Перед нами прямая призма, в основании которой прямоугольник. Прямоугольный параллелепипед. Решение этой задачи мы с нами записывать не будем. Вы запишите решение этой задачи, когда закончится наш урок. Но мы с вами сейчас обсудим, как эту задачу следует сделать. И сделаем необходимые построения на чертеже. Но я надеюсь, вы понимаете, что нам сейчас нужно эти самые углы Альфа и Фи на чертеже найти. Итак, диагональ прямоугольного параллелепипеда равна D. Она обозначена и образует с плоскостью основания угол Фи. Угол между диагональю и плоскостью основания мы с вами, в общем, уже не один раз находили в задаче. Поэтому я прошу вас сейчас самостоятельно этот угол обозначить. Угол между диагональю и плоскостью основания. Это угол между диагональю и ее проекцией на данную плоскость. Вот он, вот он этот угол. Это тот самый угол Фи, о котором идет речь в задаче. Наверное, чуть посложнее не ошибиться в нахождении угла между этой диагональю и одной из боковых граней. Ну, давайте, например, спроецируем нашу диагональ на боковую грань. И тогда между диагональю и боковой гранью, посмотрите, значит, куда мы спроецировали угол между диагональю и боковой гранью. Вот он, где находится, видите? На боковую грань АА1Д1Д. Мы сделали проекцию. И тогда вот этот самый угол АА будет здесь. И таким образом дальше мы ищем площадь боковой поверхности параллелепипеда. Ну, как вы понимаете, чтобы найти площадь боковой поверхности параллелепипеда, нам нужно знать периметр параллелепипеда и высоту параллелепипеда. То есть фактически мы с вами должны сейчас найти все три измерения параллелепипеда. Ну, давайте смотреть. Значит, высоту АА1 мы найдем из треугольника АА1АС. Этот треугольник, так же как треугольник АА1ДС, он прямоугольный. То есть мы сейчас с вами работаем с двумя прямоугольными треугольниками. Почему они прямоугольные, вы, пожалуйста, обоснуйте сами. Мы это делали в предыдущих задачах не раз. Значит, из треугольника АА1АС мы находим высоту, допустим, раз, одно измерение есть. Далее смотрим. Из треугольника АА1ДС мы находим второе измерение, например, ДС, ребро. И теперь смотрите, вы знаете два ребра, высоту АА1 и ребро ДС, и знаете диагональ Д, она вам тоже задана. А это значит, используя свойства диагонали, что квадрат диагонали в прямоугольном параллелепипеде равен сумме квадратов трех его измерений, вы можете найти третье измерение. Найдя третье измерение, у вас есть и основания закончить решение этой задачи самостоятельно. Поэтому задача 232-я вами будет записана в тетрадь после того, как закончится наш видеоурок. А мы переходим к следующей теоремке. Итак, пишем в тетради. Теорема о площади боковой поверхности наклонной призмы. Как я уже вам говорила, про наклонную призму, про произвольную призму, вообще трудно что-либо предсказать. Но есть одна теорема, которая зачастую, в общем, бывает полезной. И звучит она так. Площадь боковой поверхности наклонной призмы равна произведению периметра перпендикулярного сечения на боковое ребро. Запишите, пожалуйста, себе формулировку этой теоремы в тетради. Что же называют перпендикулярным сечением наклонной призмы? Под перпендикулярным сечением наклонной призмы мы будем с вами понимать ее сечение плоскостью, перпендикулярной к боковым ребрам и пересекающей эти ребра. То есть перпендикулярное сечение – это сечение призмы плоскостью, перпендикулярной боковым ребрам и пересекающим эти ребра. Итак, что же это за сечение? Допустим, такое сечение перпендикулярно всем боковым ребрам. Достаточно построить его перпендикулярным одному ребру и автоматически, учитывая то, что боковые ребра все между собой параллельны, эта плоскость будет перпендикулярна всем остальным боковым ребрам. Таким образом, смотрите, если мы рассмотрим выделенное ребро L, обозначим его как L, то получается, что и проведем перпендикуляр из вершинки A1 на это ребро, A1, A2, то есть это будет высотой боковой грани. Боковой гранью у нас является параллелограмм, верно? И, значит, если мы об этом задумаемся, то тогда площадь этой грани может быть найдена по следующему соотношению. Это произведение основания параллелограмма, то есть ребра, то есть высоты A1 на основание L. В данном случае для призмы это боковое ребро. Соответственно, если мы рассмотрим другую грань и в ней проведем высоту, то картина получится точно такая же. Вторая грань это тоже параллелограмм, и если L мы примем за основание, а A2, A3 назовем высотой, то тогда площадь второй боковой грани может быть найдена точно так же. Ну и если мы дальше продолжим движение по призме, то сколько бы у нас там параллелограммов у наклонной призмы ни было, значит, у нас получится для третьей грани такое равенство, для четвертой грани такое равенство, для M-ной грани такое равенство. И далее, если мы хотим найти площадь боковой поверхности, то вот эти вот площади отдельно взятых граней мы с вами должны сложить, верно? Если мы их сложим, то в левой части у нас с вами получается площадь боковой поверхности, а в правой части, если в этой сумме L мы вынесем за скобки, внутри останется сумма A1, A2 плюс A2, A3 и так далее, то есть периметр перпендикулярного сечения. Таким образом, мы с вами доказали эту теорему. Площадь боковой поверхности наклонной призмы равна произведению периметра перпендикулярного сечения на боковое ребро. Ну, полезная очень теорема. Вот самая простенькая задача, которая позволит нам ее применить, решая эту задачу фактически устно. Прочитайте, пожалуйста, условие 237 задачи. Ну, в общем, тут все есть для того, чтобы устно посчитать, правда? Боковым перпендикулярным сечением является ром со стороной 5. Нетрудно найти его периметр, умножив на 4. И боковое ребро 12. Перемножили. 20 на 12. 240, да? 240 см в квадрат. Следующая задача. 238. Итак, читаем условия, выполняем чертеж. Итак, перед нами наклонная призма. Две боковые грани взаимно перпендикулярны. То есть, двугранный угол при одном ребре прямой. А их общее ребро, отстоящее от двух других боковых ребер на 12 и 35, равно 24. Вот закручено-то какое их общее ребро, отстоящее от двух других боковых ребер. Ну, давайте разбираться, собственно, что тут, что тут, скажем, о каком ребре и куда оно там отстоит. Ну, если вы взгляните вот на этот рисунок, то, наверное, сделали уже свой определенный вывод. Что здесь всего удобнее представить, что грани, которые перпендикулярны взаимно, да, это грани АА1В1В и ВВ1С1С. То есть вот они, грани, которые на нас уголочком ледят, они вот как-то на чертеже, скорее всего, взаимно перпендикулярны. Да, так изображено. Ну, и прекрасно. Значит, их общим ребром будет ребро ВВ1 в этих двух взаимно перпендикулярных грани. И вот говорят, что это самое ребро ВВ1 отстоит от других боковых ребер на 12 и 35. Что значит отстоит? Ну, это значит, что расстояние между ребром ВВ1 и оставшимися двумя боковыми ребрами вот такие 12 и 35. Расстояние. Расстояние находится с помощью чего? С помощью перпендикуляра. Значит, вот сейчас мы эти самые расстояния как-то на чертеже и должны обозначить. Итак, значит, ребро боковое 24, выбрали его ВВ1, да, это то ребро, где сходятся перпендикулярные грани. И давайте выберем на этом ребре точку О и опустим перпендикуляр сначала на боковое ребро ЦЦ1, пусть это будет 12 см. Вот оно отстоит, ребро ВВ1 от ребра ЦЦ1 на 12 см. Расстояние между ними 12. И, соответственно, то же самое сделаем, опустив перпендикуляр на второе ребро. Ну, здесь, конечно, мудро на чертеже сделано. Перпендикуляр прямо-таки попал в точку А1. Хотя, как вы понимаете, точка О могла находиться в любом месте ребра ВВ1. Но для решения задачи нам удобно выбрать таким образом. Итак, значит, да, второе ребро АА1 отстоит на 35 см. Как вы понимаете, то, что мы сейчас с вами построили, А1ОК, в общем, является линейным углом двугранного угла, который прямой по условию. То есть угол А1ОК тоже прямой. Почему он прямой? Мы проводили с вами перпендикуляры из точки О к боковым ребрам, к ЦЦ1 и к АА1. Но ребра-то параллельны. А значит, этот отрезок А1О перпендикулярен и ВВ1. А значит, отрезок КО перпендикулярен и ВВ1. То есть перед нами фактически линейный угол двугранного угла. И этот линейный угол равен 90 градусам. Таким образом, если мы рассмотрим треугольник А1ОК, он будет прямоугольным. Итак, это прямоугольный треугольник. И перед нами фактически построенное перпендикулярное сечение наклонной призмы. То есть у нас имеется сечение перпендикулярное к ребрам, к боковым призмам. Почему оно такое? Мы с вами только что это объяснили. Значит, таким образом нам нужно найти периметр этого перпендикулярного сечения и умножить на боковое ребро. Периметр перпендикулярного сечения, простите, ребятки, давайте вернемся. Периметр перпендикулярного сечения, чтобы найти нас интересует А1К, гипотенуза прямоугольного треугольника. Ну, я думаю, что здесь никакого труда ни у кого не возникнет. Найдете. И далее закончите задачу 238. Запись ее решения тоже самостоятельно. Мы с вами все обсудили. Итак, таким образом, сейчас вы продолжите самостоятельную работу и посмотрите, что вы должны сделать. Значит, на следующем слайде вы увидите ссылочку на видео, которое расскажет вам о существовании пространственной теоремы Пифагора и докажет вам эту теорему. Я попрошу вас записать в тетрадь формулировку этой теоремы. Запомнить и сделать рисунок. Запись доказательства в тетрадь записывать не нужно, но я настоятельно рекомендую вам пересмотреть не один раз, может быть, это доказательство для того, чтобы его четко понять и разобраться. Значит, обращаю ваше внимание на то, что презентация к сегодняшнему уроку находится на Яндекс.Диске, к которому у вас есть ссылочка. Вы можете выйти туда в нашу папочку 10, скопировать ссылку, вставить ее в адресную строку и таким образом вы сможете просмотреть видео, которое я вам рекомендую. Далее, после того, как вы это видео просмотрите, вы вернетесь к нашему обсуждению и запишите в тетрадь решение о задаче 232 и самостоятельно решите еще две задачи 233 и 234. Я не прошу вас присылать эти задания на почту, вы решаете их, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите мне личным сообщением, либо я вам перезваниваю, отвечаю на ваши вопросы, либо же мы с вами встречаемся в зоне на консультации. Пожалуйста, я всегда рада вас слышать и видеть, потому что мне очень не хватает ваших шуток, ваших улыбок, но куда деться? Будем надеяться, что это все-таки скоро закончится и мы с вами встретимся. Итак, на этом слайде формулировка пространственной теоремы Пифагора, если все плоские углы при одной из вершин тетраэдра прямые, то квадрат площади грани, противолежащие эти вершине, равен сумме квадрата площади остальных грани. Вы скажете, при чем тут тетраэдр? Мы вроде бы про призму. Ну, вот в процессе просмотра этого видео вам станет понятно, при чем тут тетраэдр. Ссылка, да, еще раз говорю, значит, вы можете ее скопировать в презентации нашей, которая на Яндекс.Диске, вставить в адресную строку и посмотреть это видео. Таким образом, сегодняшний наш урок, ваш и мой, подошел к концу. У вас сейчас время для самостоятельной работы. Я прошу не откладывать эту работу в долгий ящик, а именно сейчас и заняться тем делом, которое я вам рекомендую выполнить. Итак, ребятки, до новых встреч. Следующий урок у нас в пятницу алгебра. Я очень прошу вас выходить на урок вовремя, лучше, если вы смотрите его сразу, а не потом, когда время закончено. Потому что, например, когда сегодня я открыла видео, чтобы на начало видео, время, когда начался урок, и посмотрела, какое количество в данный момент учащихся просматривает видео по алгебре, то была неприятно удивлена малым количеством пытливых умов. Видимо, вы потом смотрите это вечером в удобное для вас время. Ну что ж, дистанционная форма обучения дает нам такую возможность. Но все же расписание существует для всех, поэтому на уроки надо приходить вовремя. Итак, до новых встреч, до пятницы. До свидания, ребятки. До свидания, ребятки.